Приветствую вас, Людмила Бабритов. Вы говорите о том, что не знаете, что вам делать, что муж встретил другую женщину, но хочет уйти к ней. Ну вот, а вы просили вместе 24 года, не сказать, что плохо. Ну вот, наверное, первое, с чего нужно начать, это с отхода. Вот оценки, от оценок того, как вы жили. Потому что оценить то, как вы жили, может только ваш муж и вы в своей стране. То есть вы не можете за своего мужа оценивать то, как вы жили. Хорошо или плохо. Он сказал, что вы жили неплохо, а вот мой жрав и нашел другую женщину, которая 50 лет, которой он хочет проводить время и прочее, прочее, прочее. Вот. Здесь нужно понимать, что подобные вещи никогда не происходят на ровном месте. То есть ваш муж говорит, что привязан к вам, говорит, что, ну, не хочет с вами расставаться. Вот. И, в общем-то, это хороший знак. Но если вы не поймете, что муж нашел в этой женщине, если вы не поймете, что эта женщина ему дает, что ситуация будет весьма и весьма плачевной для вас, потому что, вероятно, он уйдет от вас к ней. Потому что она ему дает. То есть ему нужно. А вы не даете. Либо будет вот так вот метаться от вас к ней, от вас к ней. Здесь момент такой, что вы, такое ощущение, что не уверены в себе, не уверены в своей позиции. Вы такое ощущение, что не знаете вообще, как вам действовать, что вам делать, в какую сторону вам двигаться. Здесь есть такое ощущение, что вы не полагаете на себя, что вы потерялись, что ли, что вы не слышите своих чувств, что вы не отдаете себе отсчет в том, что вы хотите. Такое вот ощущение у меня возникло. Понимаете? И, наверное, первое и самое главное уже здесь, это не разобраться с тем, что вы хотите, что нужно лично вам. То есть, вот эта ситуация в целом неприятная, безусловно. Но она есть, и от нее никуда не деться. Она случилась, случилась она. Потому что были какие-то действия с вашей стороны. Были какие-то действия со стороны мужчины. И, в итоге, все это вот пришло вот к тому, к чему пришло. Но, насколько допустима для вас эта ситуация? Дерпите ли вы ее? Или воспринимаете абсолютно спокойно? Вот это очень важно. Потому что, если ситуация для вас недопустима, то есть, вы считаете, что, ну, если такой ситуации не должно быть, что она вообще, так говоря, неприемлема, да? Вот, что это одно. И, в таком случае, ни в коем разе нельзя давать мужу понять, что вы готовы мириться с тем, что происходит. Да. То есть, ни в коем разе нельзя давать мужу понять, что вас как-то устраивает, что он, ну, вот он, ни туда, ни сюда. Понимаете? Да. С другой стороны, если вы считаете, что стация, в принципе, ничего, если она для вас приемлема, если вы допускаете эту ситуацию, то нужно активно использовать ее для понимания того, что муж нашел. Нашел в этой женщине, чтобы постараться дать ему хоть то, что дает она. Вот. Ибо, совершенно очевидно, что мужчина, он, ну, привык за эти годы к вам, и, в общем-то, ему будет легче, проще, проще, лучше вернуться к вам, быть с вами. Но, при этом, просто более, более полно удовлетворять свои потребности, которые могли измениться за годы жизни человека. Вот. Поэтому, такая вот история, то есть, вот, самое основное, это то, что чувствуется ваша потерянность. То, что вы, как будто бы потеряны, как будто бы не знаете, что вам делать, как будто бы вы не отдаете себе отчета, ну, вообще, в том, что происходит. А, может, с вами, да, и так далее. Вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, что в этом направлении вам нужно двигаться. То есть, продвигаться в сторону того, чего хотите лично вы. И если есть элемент зависимости от своего мужа, если вы чувствуете, что без него не сможете, то с этим нужно работать. Потому что это речь не про любовь, а это речь про ваши собственные потребности. И, когда вы говорите про, например, бороться, да, вот, то это тоже не совсем приемлемая история про бороться. Потому что, когда вы боретесь, вы, по сути, берете на себя ответственность за человека, да. То есть, вы можете поддерживать с ним связь, вы можете с ним дружить, вы можете с ним общаться, вы можете делиться с ним какими-то вещами. Вы можете, там, да, что-то рассказывать ему вообще без проблем каких-то, да, 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 да. Но при этом, при этом здесь вот ни в коем случае нельзя бороться, ни в коем случае нельзя уговаривать и так далее. И так далее, потому что человек, он будет в таком случае чувствовать, что вы в нем через черную сдаетесь и, в общем-то, не будет делать то, что он хочет сам. Вот. Поэтому ваша задача, Людмила, сейчас максимально разобраться в себе, максимально понять, что вы хотите. Максимально отделить то, что вы хотите для себя, от того, что вы хотите для своего мужа. Вот. Что касается ребенка, то ребенок и ваш муж должны разобраться с вами, потому что дочь уже достаточно взрослая и 14 лет, она более чем все понимает. Вот. Поэтому, то что она страдает, ну, это, как бы, на вас, на ваше поведение влиять не должно. То есть, высказывать понимание, сочувствие дочери, безусловно, можно и нужно. Но оперировать ее страданиями как аргументом в сторону, ну, в пользу какой-то, вот в пользу какой-то позиции, да, связанной с мужем. Вот это, наверное, будет ошибка. Это, наверное, будет ошибкой и достаточно серьезной ошибкой. Вот. Потому, потому что, это будет манипуляция. Это выглядит, как будто выглядит, как манипуляция. И ваша реакция в некоторой степени выглядит тоже, как такой страх остаться одной. Страх остаться без мужа. Страх потерять его, понимаете. И из-за этого муж тоже еще возвращается, потому что он знает, что вы в нем не знаете. И он, ну, я думаю, серьезно рассматривает возможность жить на два лагеря. Потому что, вы его не, не, как бы, отталкиваете. То есть, вы не говорите ему, все, все, нашел другую женщину, окей. Живи с ней, я не буду с тобой, я не хочу с тобой, да. Да? Больше жизнь, это ваша позиция, вы так и говорите. А вы готовы принять его. И мужчина чувствует это. И его меньше мотивации делать свой выбор. Вот. В итоге, в подвесенном состоянии будете находиться вы. От чего, конечно, вы будете нервничать. И от того, что вы нервничаете, будет ненавидеть ваш ребенок тоже. Вот. Поэтому, тут вот очень важна ваша позиция. Ваша самостоятельная, четкая позиция по данному вопросу. Вот. Вот. По факту, мы говорим о треугольнике Карпмана сейчас. Вы можете почитать о нем в интернете, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Ну, я надеюсь, что вы лучше будете понимать, о чем идет речь. Вот. И дальше уже задача психотерапевта вывести вас из этого состояния. Из состояния именно жертвы, которым вы оказались. Вот. Вот. Такой вот ответ. Я надеюсь, что помог вам. Начинать, как правильно сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, начинать нужно санавливать ваши отношения, чтобы понять, что именно не хватает вашему мужу. Вот. Ну, легче всего, легче всего это увидеть, если посмотреть, как вы взаимодействуете. Вот. Тут мне кто-то подсказывает, что вы с мужем своим ведете себя как мама. Ну, больше так, по матерински, как нам относитесь. А вот женщины, как раз таки, у вас немного, ну, отношений к мужу немного. Ну, это опять предположение. И вот, скорректировав ваше поведение, чтобы оно было соответствующим, я полагаю, что при наличии чувств вас к мужу и мужику к вам, вы сможете сохранить отношения. Для этого мужчину вашего нужно будет воспринимать по-другому. Не так, как раньше. И себя. Так как раньше воспринимать тоже не получится. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Удачи! 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 Продолжение следует...